здравствуйте уважаемые слушатели это обсуждение событий недели и начать обсуждение я бы хотел со счастья по данным в целом 68 процентов россиян назвали себя счастливыми у меня связи с этим такой вопрос можно ли сказать что мы живем в счастливой стране несмотря ни на что несмотря ни на какие перипетии здравствуйте леонид александрович но я не очень понимаю не что такое счастливая страна не что такое счастливый человек я думаю точно так же как эти 68 процентов этого не понимают как никто этого не понимает поэтому ну наверное это отражает какую-то просто черту людей в россии что когда тебя спрашивала то чем ныть и говорить что вот я несчастья нам проще ответить я счастлив вот я к сожалению к числу этих людей не принадлежу вот но и обстоятельства меня кое-какие имеются короче говоря дел не в этом а в том что я не думаю что этот вопрос вообще имеет какой бы то ни было смысл и понять его расшифровать ответ мне по крайней мере не по силам я думаю что это отражает просто нежелание людей ныть вот ну собственно говоря и все а зачем социологи такие зачем тогда социологи формулируют такие пространные вопросы на которые очень сложно ответить но чё там делать надо социология по крайней мере в значительная часть это почти такое же шарлатанство как политология они взаимосвязаны очень тесно кстати вот но но традиционный такой вопрос но мне кажется он не только в россии задается это просто наверное но мне так кажется наверное это отражает установки людей привычку значит и шанаться или нет я помню был к советский фильм забыл как называется и вот там была такая фраза добрый город а что это значит значит в городе дети не плачут так каши для песенки сгодится в реальной жизни как странно вообще дети не платят как это за место вот по это же самое относится и к понятию счастливая страна но вот что правда то правда на что не в день как счастье . правда и не в их отсутствие как их отсутствие так их наличие так их количество для большинства людей на самом деле довольно слабо коррелирует со счастьем хотя конечно едва ли кто-то бы отказался от прибавки денег но со счастьем я думаю плохо коррелирует я не уверен что страна где денег у людей гораздо больше чем в россии но не знаю там на швейцария допустим что при опросе там бы намного больше процент сказал что они счастливы я думаю это зависит не от уровня потребления и даже не от уровня финансовой безопасности хотя это важнее чем потребление если человек чувствует что ему смысле денег боятся хотя бы в этом смысле ничего это конечно помогает а если он считает что дунь на него и он попадет в тяжелейшее положение это дает наверное по страз вот она тем не менее я не думаю что то ради чего колупается огромное большинство людей ведь гоняются люди за деньгами но зачем они еще могут гонять так вот то ради чего колупаются огромное большинство людей я не думаю что это напрямую ведет их к счастью правда а что их напрямую ведет к счастью но кроме здесь на здоровье они это очевидно из чек болен то уж тут ему не до счастья а вот обратно я думаю не всегда работает я счет здоров то далеко не всегда это синоним счастья хорошо для не так началась там что-то шипит у меня слава тебе господи пошел дождь но мне не хочется окно закрывать я просто сдохну ладно шайб 7 но просто это в эфир шипение сейчас почему-то оно прошло у меня вот идет дождь и мне очень не хочется окно закрывать ну хорошо ладно я думаю как-нибудь наш слушатели под шипение дождя вас послушают хорошо переходить совсем не слышно я могу на такого несчастья вот этот счастье что такое счастье когда в такую погоду как час идет дождь вот отчет отказаться от этого счастья ради удобства слушателей но я как морально не готов но если совсем ничего не слышно нова нет вы давайте сделаем так мы оставим вас счастливым но вы чуть громче просто говорите хорошо буду стараться наш слушатель петр мещеринов прислал мне такие любопытные цифры это выдержка из интервью сотрудника журнала экономист в котором он приводить приводил цифры смертности великобритании и в россии я сошлюсь просто на него так скажем но наши слушатели могут эти цифры перепроверить случае чего в россии смертность за неделю составила 800 человек великобритании каждый день каждый день каждый день за неделю но я просто исхожу из неделю это 5600 человек в англии последние цифры средние за неделю 37 человек нет средние цифры за неделю да средние цифры за неделю тем человек в день вот так наверное правильно вот и вся разница именно в проценте вакцинированных то есть великобритании тех кто хотя бы одной порции привился их 90 процентов а двумя прививками 60 процентов в россии по самому щедрому счету эта цифра составляет 17 процентов на ваш взгляд тут есть связь между вакцинацией и смертностью получается эти цифры хотя бы косвенно говорят о том что прививки имеют какую-то эффективность хотя бы в отношении снижения смертности да во первых большой привет отцу петру мы с ним хоть и заочно но давно знакомы и смею сказать не то чтобы дружим но во всяком случае поддерживаем хорошие человеческие отношения потом с моей стороны надеюсь что и салатур вот цифры эти очевидно и я не знаю как еще можно интерпретировать может быть особо изощренный к вид диссиденты и тут найдут какой-то способ объяснения что разница в сто раз смертности не связано с уровнем вакцинации но для частоты надо было бы еще добавить сколько людей в день заболевает в россии и сколько в англии в россии в день 25 тысяч человек я честно говоря не знаю сколько в англии но если умирает в россии в сто раз больше чем в англии то я думаю что заражается в англию уж точно не в сто раз меньше может 20 в 20 раз все-таки не 20 нет 20 раз разница не 120 раз да значит если по заражаемости разница в 20 раз то есть в англии в день за раз смертности просто 37 и 800 это примерно 20 раз нет погодите давайте все таки мы определим четко значит 800 в россии умирает в день а в англии 37 за день или за неделю в среднем за день течения нет значит за день 37 а в россии за день 800 теперь понятно но вот теоретически это можно было бы объяснить тем что в россии заражается в день 25 тысяч а в англии в среднем 1000 тогда пропорция была бы выдержан но насколько я понимаю в англии в день заражаются отнюдь не тысяча может быть не 25 тысяч но по крайней мере несколько тысяч это надо опять же посмотреть тут гадать бесполезно надо посмотреть на цифры но так интуитивно мне кажется что в англии где население в два раза меньше чем в россии но в день допустим заражается но в четыре но в пять раз меньше чем в россии вот соответственно эффективность значит этой вакцины очевидно если у вас заражается допустим в пять раз меньше чем в россии то есть пять тысяч человек в день опять же слушатели легко это могут проверить а умирает 20 раз меньше ну значит по моему тут при всем желании к вид диссидентов другого объяснения кроме эффекта вакцин придумать просто невозможно а кроме того я сегодня прочел интервью какой-то женщины из минздрава сша которые приводят цифры очень высокой заболеваемости в америке исключительно высок но она говорит что это очень неравномерно по стране и в штатах где минимальная вакцинированность но вот миссисипи например вот миссисипи очень низкая вакцинации так вот там рост гораздо выше чем в штатах где была высокая вакцинация опять же никто не обязан ей верить на слово но я думаю что тех кто интересуется они могут просто посмотреть эти цифры и убедиться говорит эта женщина правду или неправду вот в общем для меня так субъективно ответ очевиден несомненно вакцины дают эффект в том смысле что люди если заражаются от заражения по-видимому вакцины не слишком сильно предохраняют хотя если верить вот этой американской даме от заражений тоже предохраняют но даже если они не слишком предохраняют от заражений то они предохраняют от тяжелого протекания и от смерти но это просто вот цифры другое дело что это не снимает уйму вопросов в самой вакцине так до сих пор я так и не смог найти какого-то четкого ответа какие побочные эффекты эти вакцины дают причем разные вакцины пфайзер там джонсон но и наша соответственно спутника тогда какие они дают побочные эффекты сразу какие они могут давать побочные эффекты через какое-то время могут могут это я думаю гадание но все-таки что-то наверное ученые на эту тему пиф вот страшилок тут очень много но в какой степени эти страшилки хоть чуть-чуть соответствует действительности я думаю что ответа нет вот насколько долговременной вакцины но про русскую вакцину про спутник говорят что полгода но я думаю что колодца раз в полгода это удовольствие намного ниже среднего это точно с другой стороны если через полгода допустим вот от нашего времени все это будет продолжаться в таком же темпе и значит смертность будет такая же но мне кажется что с точки зрения большинства людей если на одной чаши весов угроза тяжелого протекания и смертности но вот смотрите в россии заражается 25 тысяч человек из них умирает 800 это три процента колоссальный процент колоссальный который близко не стоит рядом с тем что происходит при обычной форме это в десятки раз больше чем при обычных но вот а тяжелое протекание наверное вообще многим свой но вот если это будет продолжаться в таком же видео то я думаю что для большинства людей тут просто выбора не будет угроза тяжелого протекания или хоть и не такая большая угроза умереть с одной стороны и очень предположительно и очень гипотетические хотя вполне возможно и абсолютно конечно никто тут мне никакой гарантии не дает вполне возможно и тяжелые последствия в будущем это плохо это плохо это не вариант выбора между хорошим и плохим это вариант выбора между двумя плохими вот значит к вида диссиденты охотно приводят массу случаев реальных невыдуманных когда люди вакцинировались а потом тяжело болели и умерли да такие случаи но вот мне сказали я не знаю насколько это правда что семья режиссера меньшова вся вакцинировалась где-то несколько месяцев назад якобы об этом говорила дочь меньшова как мы знаем меньшов умер несмотря на вакцина такие случаи наверняка есть не знаю относится ли это именно к меньшову или нет но такие случаи безусловные но тут опять-таки приходится ориентироваться только на статистику потому что больше ориентироваться просто не на до действительности мне кажется что может быть не все так страшно в том смысле что на какой-то определенной итерации когда люди поверят в прививки и привитых будет там большой процент то может быть через полгода далеко не всем надо будет 3 вакцинироваться просто по причине того что этот вирус там пойдет на спад вот в конце концов он же снижает процент заражения это значит что рано или поздно просто вот по закону больших чисел как бы это все будет сходить на нет важно только чтобы люди убедились в том что это единственный выход но мы все на это надеемся я думаю что все люди на земле и отнюдь не только люди доброй воли и верующие не верующие все просто молятся потому что это тот случай когда это действительно общий враг для всего человечества без исключения поэтому но надеялись что год назад кончится однако этого не происходит в общем это как вот черчилль в своей речи 22 июня 41 года сказал я вижу молящихся русских женщин да потому что бывают времена когда молятся все до бывают такие времена хорошо перейдем к следующей теме это я сегодня по всей видимости буду почти весь выпуск мучить в целом потому что много он цифр разных привела мне кажется с цифрами обсуждения более предметная по данным в целом из тех кто собирается голосовать на думских выборах в сентябре единую россию поддержит 30 процентов таковы результаты телефонного опроса в целом за кпрф намерены отдать голоса 18 процентов опрошенных за лдпр и справедливую россию 10 и 9 процентов соответственно при том уверенность в том что они придут на избирательные участки выразили чуть больше 40 процентов респондентов ну насколько вам эти цифры кажутся репрезентативными насколько вам кажется это по вот этим данным в целом оске можно судить об общих настроениях людей что вы думаете ну во первых я опять-таки не сторонник то есть я как раз сторонник употребление точных слов это никакие не выборы выборы это значит голосование 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 будет почему это не выбор потому что выбору предполагают борьбу более или менее на равных между разными партиями которые стремятся к власти в россии дома вообще никакой власти не имеет это просто бархатка который реальная власть сапоги себя чистит это раз во вторых все перечисленные партии абсолютно ничем друг от друга не отличаются политически не отличаются они абсолютно равна лежат на путина вот поэтому ни о каких вы да и не естественно нет никакой равной борьбы поэтому никаких выборов речи нет голосования будет до насколько репрезентативные эти цифры ну понятно что наши слушатели которые в основном диссиденты если не к вид диссиденты то полит диссиденты они конечно дружно сидел своих значит компьютеров кричат что все это вранье что никаких 30 процентов за единую россию нет что за нее там голосует пять процентов и так далее я так не думаю вы ошибаетесь насчет наших зрителей вот на глазок примерно я читаю комментарии ну может быть не 50 на 50 ну там два к одному там вот такое соотношение у наших слушателей вот этим очень горжусь между 2 к 1 в каком смысле но настроенных критически в отношении власти в два раза больше чем более-менее лояльных людей но процент лояльных людей в принципе довольно таки высок она лояльность тут еще раз вторых делать не относится потому что это голосование на власти вообще слабо относится просто pr компания для демонстрации населения что она население на самом деле думает только в этом смысл всего этого действия теперь значит насколько реальны цифры о том как люди относятся к единой россии я думаю что те цифры которые приводятся вам звучат правдоподобно не потому что 30 процентов за единую россию они не за единую россию они могут голосовать за единую россию а это две совершенно разные за единую россию это те люди которым эта партия чем-то нравится политически идеологически по-человечески и так далее вот таких людей я думаю на всю страну очень мало может быть не три процента но очень мало совершенно другая история за кого человек пойдет голосовой ведь голосуют не вообще тебе нравится тебе не нравится голосовать за конкретной партии и я думаю что действительно если перебирать эти самые партии то между единой россии кпрф лдпр и значит вот этой фантастической родины прилепина между значит этими партиями действительно 30 процентов проголосует за единую россию дальше легко определить как сколько депутатов в таком случае будет от единой россии будет в доме значит берем 30 процентов складываем с остальными процентами сколько там получается все помнишь и сейчас учет в таком паре такого порядка на но вот значит эти 60 процентов это и будет дума потому что остальные 40 разбредаются по мне системным партиям и значит пропадают но может быть крайне фантастический вариант но можно допустить что еще и яблоко наберет значит какой-то процент но в любом случае помножайте результат на полтора помножайте результат на полтора значит единая россия если сохраняться те же цифры те же тенденции что сегодня он получает 45 процентов голосов по общему списку ну а вторая половина дума это те кого выбирают по кругам но там есть естественно у них гораздо больше голосов потому что почти все местные авторитеты бизнесмены чиновники это все единая россия их и выборов соответственно свою но может быть не там 70 процентов но больше 50 процентов единая россия при более или менее адекватном подсчете голосов всяко по имеет а если к этому добавить если к этому добавить регионы для она получает сто процентов ну тогда она может и 60 процентов набрать в общем ни о каком чудовищном провале о котором обязательно должны кричать оппозиционные политологи ни о каком чудовищном провале говорить не приходится я просто не вижу откуда он может взяться еще раз повторяю я не думаю что не то что 30 процентов а что 10 процентов реально симпатизирует единая россия но я думаю что за нее реально проголосуют просто за неимением других те самые 30 процентов хорошо перейдем к следующей тени председатель союза потребителей россии петр шелищ предупредил россиян на росте цен на повседневные продукты к осени по его словам подражать может абсолютно все я так понимаю что у этого есть и объективные причины вот тут уж людям которые больше связаны с сельским хозяйством они как-то наверно меня поправят но год с точки зрения урожая я так то будет неудачно именно поэтому цены на продукты питания повысится они повысились уже сейчас нам каких-то овощи стоят запредельно дорого российские овощи стоят гораздо дороже чем иностранные привозные фрукты это вот тоже такой парадокс то есть я смотрел сам супермаркете морковь стоит дороже яблок при том яблоки могут быть совершенно не российского производства свекла там бывает дороже там какой черешни или там каких-нибудь нектаринов вот этот рост цен на продукты осенний он как-то будет иметь какие-то политические какое-то политическое выражение он будет способствовать росту раздражения или например не знаю может быть даже протеста начнутся ведь в россии все-таки огромное количество людей живут за чертой бедности и по ним то это ударит в первую очередь но это две совершенно разные раздражение естественно будет она есть и она растет это очевидно совершенно но политики то в россии нет правильно вот нету значит трансформатора который превращает развитое в воздухе раздражение превращает его в политическую волю в политическое действие но но возьмите разбейте вся в комнате лампочку и после этого включить и выключить осветится у вас комната или нет я думаю что нет механизма преобразования эмоций людей во что-то больше чем ругань нытье и дебильные вопросы путину а вы в нашей деревне нижняя посиделкова газифицируйте нашу деревню нижняя посиделкова очевидное такое демонстративное издевательство и значит добрый барин легким движением руки с волшебной палочкой значит газифицирует эту деревню кстати тоже вранье никакие деревни не газифицируют по результатам его значит линии но по крайней мере демонстрация это ну то есть бунт на коленях с просьбами к начальству причем просьбами сказанными отнюдь не добрым языком а злым раздраженным с руганью бунт на коленях неизбежно но вставание с колен практически невозможно потому что обставал кинет для чего существует вообще в идеале по крайней мере политические партии для того чтобы конвертировать настроение я в действие я дайте нам политическую партию и мы перевернем россию все эту фразу знаю но автор фразы ничего ни у кого не просил и партию нигде не брал он ее создал но это другая сторона медаль но если ни партии ни организации вообще ничего нет а есть кучка специальных брюзгов болтунов лоханкиных и тому подобных чудил значит в интернете на эхе москвы которые ругают власть за абсолютно фантастические вещи бесконечно далекие от людей от обычных людей за то что на каком интервью сказал Путин как он там относится к Байдену какую он там статью написал и вообще что Путин думает про Сталина про Ивана Грозного и так далее вот пока есть группа таких лежебоков болтунов которых называют которые сами себя называют и которых называют оппозиция но до тех пор естественно власти опасаться нечего а власть это прекрасно знает тут и знать нечего это дураку понятно и с этой целью применяют очевидные приемы почему настолько жестко зачищено политическое поле ну не так жестко чтобы людей прямо там массово сажать но уничтожено все заасфальтировано все и в думу попадет кучка крикливых фриков которые будут истерически лопить о тех же самых ценах еще о чем-то ну просто разводить народ при этом против власти они никогда ничего не имеют и вся их политическая философия всех этих прилепенных и прочих сводятся к тому что царь хорошие бояре плохие максимум что они могут сказать кстати то же самое КПРФ почему власть настолько тщательно зачистила и заасфальтировала поляну ну вот ровно поэтому потому что не надо быть Кириенко умным человеком вполне достаточно быть человеком очень ограниченных умственных способностей чтобы понять что согласие есть продукт непротивления сторон а для того чтобы одна сторона не противлялась надо этой стороне но если эту сторону представляет код надо его кастрировать и он соответственно кастрированный код может пищать но ничего ужасного он не сделает обои не изгадят там и так далее вот и кастрировали ну понимаете мне кажется что ваше рассуждение справедливо вот в каком случае они справедливы когда есть хоть что-то базовое вот какой-то совершенно базовый необходимый уровень вот просто на уровне даже хотя бы калорий в России если я правильно понимаю около там пятая часть населения России существенная цифра они находятся так скажем за чертой бедности опять же мы за скобки оставляем как бы теневые доходы там и прочее и прочее может быть эта цифра меньше может быть даже она больше но если человек остается один на один с пустым холодильником мне кажется я такой ситуации слава богу не был ему особо нету разницы есть ли эхо москвы правильно ли эхо москвы неправильно ли эхо москвы говорит ну просто человек вынужден что-то делать вот армия она же управляется желудком а не генералами вот недовольство оно тоже ведь может его может возглавить генерал желудок разве нет ну вы правильно сказали армия так армию собрать нам эти люди разобщены во-первых я не думаю что 20 процентов людей находятся за чертой голода за чертой бедности бедность понятие растяжим ну я например бедным человеком себя не считаю тем не менее я бы допустим с удовольствием сменил компьютер у меня плохой компьютер но купить хорошее это стоит отнюдь не великих денег ну там допустим семьдесят тысяч рублей правильно вот я так легко вынуть из кармана эти деньги не могу хотя я пенсионер получаю обычную пенсию плюс колумнист российской газеты получаю в месяц восемьдесят семь тысяч рублей значит всего у меня там сто десять тысяч но вынуть из кармана вот так легко под сто тысячи они в состоянии или допустим вот я потерял очки два раза умудрился потерять очки чтобы их купить мне надо там вынуть порядка десяти тысяч для меня это большая неприятность а для другого человека во-первых он купит очки за двести тысяч отнюдь не за десять тысяч а во-вторых он это вообще не заметит ну потерял потерял купил вот поэтому бедность понятие растяжимое у кого значит суп пустой а у кого жемчуг мелкий но если говорить о людях которые действительно не сводят концы с концами то есть черт с ним они могут не платить коммунальные значит расходы я вот плачу а мог бы и не платить не выселят меня нет такого закона не выгонят меня из квартиры по большому счету ничего не сделать нервы потреблют а в общем ничего идет о тех кто живет меньше чем на 12 там или 13 тысяч рублей в месяц вот это черта ну прожиточный минимум попросту ну понятно да но еще раз повторяю что тут если вы говорите о людях у которых безвыходное положение то прежде всего это люди на грани голода надо иметь ввиду что у многих людей значит есть действительно теневые доходы действительно поэтому все официальные цифры надо конечно не уменьшить не увеличивать а уменьшать это не 20 процентов и чем ниже человек по социальной лестнице тем больше у него обычно теневых доходов ну что там пошел что-то сделал не знаю там помог забор поставить но вот получил там две три тысячи вот значит это первое второе это люди которые давно находятся в таком положении чуть ниже чуть выше но в таком положении то есть для них оно привычно самое ужасное это динамика когда ты падаешь резко вот это ужасно это второе а для этих людей это привычно третье эти люди максимально разобщены максимально разобщены естественно никаким партиям они не верят естественно никаким политикам они не верят естественно о существовании какого-то эхо Москвы они никогда в жизни не слыхали а если бы и слыхали оно им просто не интересно ни с какой стороны это люди как правило и это не только в России как я понимаю это люди с авторитарным монархическим сознанием в большинстве обожают ли они батюшку царя нет не обожаю но просто это элемент жизни это несущая конструкция может плохая может гнилая может кривая но другой нет по-другому они жизнь свою не мысль и сколько бы их не было не они устраивают революции они в лучшем случае могут быть массовкой группы поддержки если есть такое настроение в среднем классе продвинутом классе если к этому настроению добавляется наличие хоть какой-то организации чтобы было не так страшно потому что пойти в атаку кто-то должен первый встать и за собой повести вот как на знаменитой фотографии где комиссар повернута его голова и он кричит вперед ура вперед вот кто-то должен встать надо копом и если имеет место дрожание левой краевласти то есть раскол или никакого раскола в россии нет никакой организации нет они зачищены а недовольные и так далее люди да они есть безусловно но не организовать не направить не просто оторвать их от земли физически некому и еще для людей очень важен элемент обиды несправедливости но так человек устроен что кроме еды питья секса и тому подобных вещей которые у него общие с любой другой животины у него есть понятие обиды несправедливость кстати у животных она тоже наверное есть этот амбиций там их не игр всякий но и другого вот а у homo sapiens она есть и вот это чувство обиды если его разбудили с ним трудно справиться но его никто не будет наоборот его в лучшем случае телевизор успокаивает вот я болел и включал телевизор и а по увидел две вещи первый этот общий гундеж фоновый гундеж вроде ни о чем а как-то он так немножко успокаивает что-то вроде вот тут путин там путин как была такая детская присказка все в порядке ворошилов на лошадке обуденный на коне и махает сабли мне все так как-то более-менее что-то путин там делает что-то не делает что-то бдит что-то не бдит на общем колесики как-то крутятся это с одной стороны а с другой стороны фоновое раздражение направляется в сторону всяких чертей с хвостами без хвостов ну да но американцы ну украинцы вроде действительно шли бы они в баню и надоело все это и не интересно это все но фоновое раздражение фоновое она как-то туда все-таки направляется то есть для широких аполитичных и равнодушных масс телевизор свою функцию выполняет а для политизированных масс но на и тем более выполняют потому что анти путинские политизированные группы по числу они больше чем пропутинские никакого сомнения нет среди политизированной публики противников власти больше безусловно но они опять-таки разобщены и запуганы никто не хочет стать иностранным агентом или там нежелательным человеком своей стране вот а значит про путинские группы вот телевизор интегрирует объединяет бросает им очередную жвачку которую они должны вот но соловьев с распяленным ртом и поднимающий над головой микрофон и кричащий коммунисты вперед за мной в огонь вот это и есть наш значит комиссар комиссар который вот бросается в огонь под огнем противника тем более эффектно и хорошо бросается что не противника не огня нет и поэтому он может кричать вперед за родину за путина 10 раз 20 раз миллион раз то есть пока вы ставите на подвиг комиссара соловьева я ставлю на все вместе на подвиг чиновника кириенко вернее всего спросить вы совершаете подвиг он ответит то что я каждый день езжу в кремль это конечно не подвиг но тоска зеленая и нечто геройская в этом занудстве наверное есть вот на подвиг значит на чиновника соловьева и на жужжание разных мух которые засидели крепко значит мозги мозги своих подопечных всех этих скобеевых соловьевых и прочих симонянов вот они вместе и орудуют это измениться градуировано не может это может измениться только квантовым скачком как только это изменится все что сегодня работает на власть в ту же самую секунду начинает работать против власть как это происходит как это произойдет произойдет ли это это я гадать не беру хорошо перейдем к следующей новости в россии был принят закон согласно которому запрещено публично демонстрировать фотографии и видеоматериалы нацистских преступников меня связи с этим вопрос вот получается депутат вячеслав никонов он скорее всего голосовал за этот закон это получается он никому больше не сможет свой семейный альбом показать где его там но определенные фотографии своего дедушки вообще в чем в чем смысл запрещать фотографии просто людей какими плохими они бы не были ну ни в чем нет никакого смысла точно также его нет какого нет во всех законах но кроме бюджета в бюджете под смыслами мере для кого-то какой-то смысл нет никакого закона но дождь идет какой смысл смысл понять облегчение прохлада приятные звуки все понятно это в условиях жары а если значит жары нет ни облегчение ни прохлада не нужно да и дождя то нет моросит моросит капля за каплей чем смысл ну я извиняюсь за мало цензурное стихотворение на его все-таки приведу поздняя 8 врачи улетели коры навоз перестали клевать только воробушек серит на колышек но и погодка ядрить твою мать но в виде этого воробушка выступает например депутат никонов и еще сотня вот таких воробушку ну серит на колышки и сери вот такая погодка ядрить твою мать а что там у славы фон риббентропа в семейном альбоме я думаю что он же свободомыслящий человек когда-то был почти диссидентом он может звать особо доверенно в друзей собирать двери и окна задергивать штора выключать компьютер и телефон носить палец губам и говорить сейчас я вам покажу и показывает дедушку который выпивает с риббентропом только об этом никто не должен знать это секретная информация после чего он захлопывает альбом включает свет раздергивает что в ря Peace этот дождик тех, 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 тех в этом мы с мысль хорошо пожелаем удачи в Running в условиях advance с фотографиями его дедушки И только с Риббентропом дедушка же, извините, с самим Гитлером встречался. Не знаю, успели ли это пощелкать или нет, но неудачный визит дедушки был не причиной, разумеется, но дополнительно до такой степени взбесил его уважаемого партнера. Хотя дедушка был такой вроде приятный, округлый. Но чем-то он сильно взбесил уважаемого партнера. Уважаемый партнер даже это отметил, что я испытал такое облегчение, когда я от всех этих избавился наконец. Ну, внук его тем более отлежится, во всяком случае на фотографиях злопыхателей. Хорошо, перейдем к следующей новости. Это Куба. Куба, любовь моя. Вот там, между прочим, протесты и протесты крупномасштабные. Если верить средствам массовой информации, то таких крупных протестов не было со времен той самой высадки в заливе Качинос, в заливе свиней, той самой революции. Вот тут у меня очень простой вопрос. Удержатся ли наследники и продолжатели дела товарища Фиделя Кастро или не удержатся? Знаете, вопрос простой, но ответы нет. Дело в том, что я был совершенно искренне убежден. Вот я очень люблю делать предсказания. И очень люблю потом говорить о своих удачных предсказаниях. Это любят все. Но в отличие от всех, я точно так же люблю говорить про свои неудачные предсказания. И вот неудачное предсказание, хотя я его публично даже и не делал, но внутренне делал. Я был уверен, что после того, как Советский Союз перестал их содержать, этот режим вылетит. Это я был сначала в этом уверен. Потом, когда Фидель ушел, ну мне казалось, ну все. Харизматик такой-сякой. Вот, значит, нет Фиделя, режим стоит. Наконец, Рауль уже ушел. Уже и Рауля нет. Ну, думаю, сейчас у них, по крайней мере, начнется перестройка, которая, естественно, рядом с Соединенными Штатами, как начнется, так и закончится. И кончится Куба. Революционная Куба. Но ничего подобного не происходит. Поэтому понять механизм, каким образом Куба держится, мне достаточно трудно. Хотя есть вещи еще более загадочные, с моей точки зрения. Ну, Россия-то и деньги дает. Не так давно Владимир Владимирович ей там списал очередную порцию долгов, если я правильно понимаю. И это долги далеко не советские. Списать долги, то есть, просто списать ноль, это легко. Ты живые деньги дай, списать долги-то. Или это долги, которые Россия живыми деньгами им дает последние годы, а они, значит, потом списывают, что ли, так? Нет, ну, знаете, вот я как раз-таки очень легко нахожу новости о том, что Россия списала там очередной долг Кубе. Я вот не нахожу новости, где, когда Россия давала это. Вот имя Кубе, в том-то все и дело. Если это какие-то проценты, так, значит, проценты на проценты со старых советских долгов, так хоть списывай, хоть не списывай. Ну, не списывай. Ну, не отдадут они тебе эти деньги и все. Можешь списывать, можешь не списывать, и ничего не получишь. Все и так понимают. Ну, в любом случае, даже если Россия дает Кубе деньги, во что я очень слабо верю, то уж содержать-то ее она точно не содержит. Но есть вещи в Латинской Америке еще гораздо более удивительные. Для меня. Ну, кто может объяснить, что происходит в стране Венесуэля? Если почитать прессу, вроде половина населения просто, вот опять же, за чертой бедности, чуть не за чертой голода. При этом, в отличие от Кубы, там существует оппозиционный парламент. Там есть какой-то хмырь, которого выбрали председателем парламента, или я уж не знаю кем, и он в западных странах продается как легитимный президент. И при этом ровным счетом ничего не происходит. Вот вам, пожалуйста, вся политология может быть слита в унитаз и нажата педаль спуска. Почему? Что говорит политология? Да, разобщенные массы, которые живут плохо, сами по себе ни на что не способны. Но вот если есть организация, есть организация. Но вот если есть раскол элит, есть раскол элит. Но вот если есть внешние силы, есть внешние силы. Но за счет чего держится Венесуэл? Смотрите, такая история. В 2018 году Россия все-таки оказала помощь Кубе, КНДР, Киргизии, Венесуэле, Таджикистану. То есть денег дали. В каком размере? Деньги бывают разные, понимаешь? Ну, там, опять же, это вот по данным сайта Финам, что-то около, в общем, 999 миллионов долларов совокупных. Ну, миллиард. Да, миллиард долларов. Миллиард от всей этой прекрасной страны. Значит, этих стран, как вы перечислили, штук 5-6. Ну, для них это деньги-то большие, так скажем, для КНДР особенно. Вот он же от Китая еще деньги получает. Да, но КНДР, ладно. Значит, если они не все эти деньги ушли в Кубе, ну, вы гляньте, сколько там населения на Кубе, я просто не помню. Ну, по-моему, миллионов 10-15. Довольно большая страна. Так, население Кубы, так, 11 миллионов человек. Как я в курсе делал-то. 11 миллионов, ну, получили они 200 миллионов долларов, из которых половину, естественно, стырили кубинские чиновники и перевели в западные банки, во всякие там Майами-Шмайами. Ну, допустим, сотни миллионов на 11 миллионов человек. Вы смеетесь? По 10 долларов на нос? Что это? Да, я понимаю, на Кубе тепло, ничего особо не надо, значит, и все такое прочее. Но 10 долларов, ну, это вообще что? За год. Притом, что Россия их осчастливила. Это, знаете, деньги, понятие растяжимое. Вот помню, был такой советский фильм «Последняя жертва». И там, значит, один герой, ну, неважно, там не буду пересказывать, сюжет, короче говоря, один герой говорит, что какое преданное дашь за девушкой. А, значит, ее родственник, говорит, не обижу. Слушай, миллион дашь, не обидишь, тысячу рублей дашь, тоже не обидишь. Десять рублей дашь, не обидишь, даешь ведь, не отбираешь, какие обиды. Но все-таки скажи, сколько даешь, десять рублей или десять тысяч рублей, или десять миллионов рублей. Там родственник очень богат. Так что не обидели, конечно, дали сто миллионов долларов. Но только по одной программе, только по одной. Там еще какие-то. Я уверяю, между прочим, что, насколько я понимаю, деньги им дают и по другим программам, дают им и международные организации, и всякие там ВОЗы, и ШМОЗы. МВФ им не дает, потому что оно не соблюдает, Куба не соблюдает правила МВФ и Всемирного банка. А другие международные организации наверняка дают. Этим паразитам что же делать, что-то надо, я имею в виду международных чиновников. Поэтому что-то они получают. Но это же гроши, это же копейки. Но понимаете, тут непонятно это. Давайте скажем честно, непонятно. Я понимаю, как живет сектор газа. Где нищета, где тость. Они живут ненавистью к врагам, они живут тем, что во всем виноват Израиль. А главное, они живут тем, что если ты будешь выступать, то тебе просто сделают секербашка и все. Все понятно. Я понимаю, как живет КНДР. Ну тут уж еще понятнее. Ну какие варианты. Открыл рот. Ну вырвали тебе язык и все. И ходи дальше без языка. Тоже понятно. Но вот как живет Куба, где, как я понимаю, массовых казней и так далее нет. И уж тем более, как живет Венесуэла, которая умудрилась, самая богатая в мире по запасам нефтяная страна. Да, у них какая-то не та нефть, какая-то тяжелая нефть, какая-то трудная нефть, но нефть все-таки. И вот как эта самая богатая по запасам нефтяная страна в мире умудрилась дойти до такой абсолютной, тотальной нищеты. Это уже странно, но гораздо более странно. Как в условиях такой нищеты народ отнюдь не вымирает, а живет. И в условиях раскола элит и при наличии под боком Соединенных Штатов продолжает так или иначе поддерживать эту власть. Ответа у меня нет. Ответ один, что политология это шарлатанство. Это шарлатанство, которое более или менее работает при описании тех стран, где политология возникла, то есть группа европейских стран. Но которое совершенно не работает, выходя за пределы своей исходной сферы. Но вот правила этикета, домашнего этикета. Они работают? Работают. Там, где люди этих правил придерживаются, там можно сказать, ты неправильно ложку положил. Ты зря в зубах ковыряешь и так далее. Потому что весь мир организован по этим правилам. Но в компании бомжей вряд ли правила этикета адекватно работают и описывают ситуацию. Так мне кажется из политологии. Политология это наука, или не наука точнее, а набор каких-то расхожих формул. Про определенный средний класс. Определенный средний класс в европейских странах. Но делать ее универсальной и относить к другим странам, где нет ни среднего класса в европейском понимании, ни европейских правил, я думаю, это неправильно. Ну, все-таки, понимаете, с Венесуэлой, мне кажется, там все немножко более однозначно. Потому что Россия там своим рублем заинтересована. Там у Роснефти гигантские контракты и все такое. И пока Николас Мадуро там сидит, то у Роснефти все в порядке. С Кубой, я согласен, еще более загадочная ситуация. Но все-таки, все-таки, вот считается, что такие твердые авторитарные режимы, они способны слинять вот за день. Вот это хотя бы гипотетическая возможность слинять вот этой замечательной там более чем полувековой коммунистической монархии на Кубе. И вот перспектива слинять за день у нее есть? Я думаю, что есть. Только вот гарантия никакой нет, что-то произойдет. Я думаю, что есть. Я еще раз повторяю, я плохой прогнозист по Кубе. Вот когда речь идет об отношениях России и Украины, я довольно точно предсказываю какие-то вещи. А когда речь идет о Кубе, я плохо понимаю. Я не понимаю, почему. Сколько уж Фидель как помер-то? Лет 10? Ну, 5. Почему за эти годы? Ирауль, по-моему, до 4-5, как ушел. Почему за эти годы? Это значит, страна не обрушилась. К тому же, надо иметь в виду, мне сказали, ну вот, пожалуйста, а Туркмения? Она же не упала после ухода этого самого Туркмен-Баша. Там совсем тоталитарная страна. Да, ну, во-первых, она совсем тоталитарная. Хотя это тоже, значит, в общем, наши оценки. Внутри-то мы не были. Но дело даже не в этом. Разве рядом живет там половина? Вот на Кубе 11 миллионов человек. А в Америке этих кубинских эмигрантов, вместе с их потомками, я думаю, миллионов 5. И не вообще в Америке, а рядышком, во Флориде. Флорида, Нью-Йорк там и так далее. Ну, так что же. Если бы из Таджикистана удрала половину населения и жила бы рядышком в Таджикистане, допустим. Из Туркменистана удрала половину населения, жила рядышком в Таджикистане. И Туркмен Баши, значит, дуба дал. Я думаю, что это бы очень так раскачало ситуацию. Но вот кубинцы, значит, удрали. Там миллионы людей. Миллионы. Народ довольно активный. Вот есть такой, значит, сенатор США. Забыл, как его имя. Фамилия его Рубио, по-моему. Или Руби А. Он чуть ли не был кандидатом в президент от республиканцев. Пытался, но не получил. Марко Рубио. Марко Рубио, совершенно верно. Влиятельный сенатор. Стопроцентный кубинец. И очень такой заинтересованный в Кубе. Но уж кажется, лоббистские возможности у тебя не ограничены ничем. Миллионы кубинцев, как говорится, готовы. Ты только позови. Так. Родина или смерть. Ну, так вот, что-то ни черта у них, ни Родина, ни смерть. Так у них лозунг-то не патрия ор муэрта, а патрия ор вита, то есть Родина или жизнь. Я говорю, Родина, ну хорошо, Родина или жизнь. Ну или Родина и свобода. Родина и свобода. Вот они это все там выкрикивают, эти кубинские. Значит, да, они адаптировались в Америке, понятно. Едва ли они вернутся на любимую Родину. Но слушайте, они рядышком, там отделяет их пролив. У них есть мощные лоббисты. Соединенные Штаты, очевидно, готовы их поддержать. А вот за Кубу, в минуту жизни трудную, никто не впишется. Просто никто. Россия туда под лодки не пошлет. Да, шуметь, орать, бузить будет, это точно. А больше ничего. А уж там о других и говорить нечего. Плевать всем, делать что хотим. Ядерного оружия у Кубы нет. Никакого сопротивления они не окажут. И я думаю, что население тоже бы поддержало. Но ничего же не происходит. Факт, факт. Хорошо, перейдем к следующей теме. Владимир Путин исполняет свои обещания. Пишет статью об отношениях русского и украинского народа. Ну, Владимир Путин считает, что это один народ. И у меня в связи с этим вопрос. Пока 68% россиян счастливы, а 800 умирает от ковида в день. Вот Владимир Путин пишет замечательную статью. И, так скажем, рассуждает о идеях панславизма. Ну, идеях 19 века, в общем. Может быть, это продиктовано такой логикой, что политики 21 века ничего не могут сделать с этим проклятым ковидом. И что рыпаться на политику 19 века? То есть махнул на все это дело рукой и начал заниматься тем, что ему в действительности нравится. Вот это так можно трактовать? Ну, это как угодно можно трактовать. Но, может быть, он верит, что те, кто прочтет эту статью, не заболеют ковидом. Что это лучше любой прививки. По крайней мере, на то время, пока человек читает статью, он гарантирован от инфекции. Может быть, такое прочтение может. Но, в политике 19 века они вообще тоже имели проблемы. В России были бунты холерные. Но бунты-то бунтами, а кроме того холера была. Я не очень уверен, что в этот момент Николай I, по-моему, при нем это в основном был, что в этот самый момент Николай I писал статьи о французской поэзии или занимался изучением генеалогии рюриков. Тема для него не безинтересна. Значит, я думаю, что он какие-то меры предпринял. Так что в 19 веке тоже не все в минуту жизни трудно говорили, да едите вас мухи с комарами, я лучше на звезды посмотрю. Насчет исполнения обещаний, ну хорошо, хоть какие-то обещания исполняют. А то совсем было бы глупо уж. Хоть это выполнено. Глядишь, еще какой-нибудь выполнено. Хотя это вариант. А вот статью эту он написал для нас с вами, конечно. То есть для того, чтобы миллион комментаторов жевали, ругали, хвалили, восхищались, проклинали, пинали, издевались и так далее, и так далее. Адресная статья. Первые читатели, это, конечно, украинцы. Это очевидно. Они эту кость ухватили и носятся с ней с восторгом, гремят цепью по двору. Украинские политологи. Ну и российские политологи тоже. То есть это все совершенно понятно. Абсолютно очевидно. Статья. Ну какая статья? Ну статья и статья. Дедушка старый, ему все равно. Ну пишет. Грамотный. Он же школу кончал. Пишет. Пиши, писатель. Пиши из чё. Вот, собственно говоря, и все, что можно об этой душераздирающей... Об этом душераздирающем человеческом документе сказать. Не означает это ни того, что Путин собирается нападать на Украину, ни того, что Путин не собирается нападать на Украину. Ничего эта статья не означает. Просто от слова совсем. На Украину Путин по-любому не нападет. Хоть пиши статьи, хоть не пиши статьи. Да и между нами девочками, я думаю, что ни на кого он уже никогда не нападет. Но может на какую-нибудь девушку там... Если она что-нибудь не так сделает, может ей он веща даст. Да и то не факт. Это уж его личная проблема. Мы, как говорится, в чужую интимную жизнь не встреваем. Вот. Ни на кого он не нападет, ничего он не сделает. А если у человека зуб писательский, ну и хорошо. Я не психолог, конечно, но это, по-моему, называется болезненная фиксация. Вроде как. А почему спустя 7 лет вот эта болезненная фиксация на Украине его не может отпустить? Ну, это, по-моему, просто. А потому что некуда, некуда больше идти. Нормеладов. Знаменитая СССР. Случалось ли вам, сударь мой, ходить и просить денег безнадежно? Случалось, то есть как безнадежно? А так, что вы заранее знаете, что этот благонамеренный человек ничего вам не даст. И зачем он вам даст, когда он знает, что вы и так пропьете? А зачем же тогда ходить? А за тем, что надо, чтобы человеку было хоть куда-нибудь пойти. Потому что подходит такая черта, когда каждому человеку надо хоть куда-нибудь пойти. Хоть к чертовой матери, но пойти. Добавим от себя. Ну, вот и все. А на чем ему фиксироваться? На ковиде. Ковид – это реальная жизнь. Тяжелая, неприятная, но жизнь. Что он может в жизни? Он чиновник. Абсолютно беспомощный. Ничего не понимающий. Ни в медицине. Ни в прививках. Ни в чем. Он сказал, что ковидом заболевает 10% вакцинированных. А его же чиновники, Минздрав, там, говорит другую цифру. Казалось бы, собери совещание, выясни, узнаешь, что же реально происходит. Не. Идите вы все в бане. Да, на саммите ОТЭС он заявил, что Россия вообще полностью восстановилась после пандемии. А что там каждый день по 25 тысяч заболевает, да по 800 умирает? Да пошли вы все. Вечно у вас все не так. Надоели. Надоели. Просто надоели, реально. Но она фиксируется на том, что ему, бедолаги. Близко и интересно. Тем более, что он знает, и Песков знает, и все знают, что огромная свора сытых собак, не голодных, заметьте, а сытых собак с дружным лаем бросится обсасывать все те косточки, которые он разбросал. Ну и хорошо. Вот, собственно говоря, и вся эта великая историческая статья, и все эти великие исторические восторги вокруг нее, и проклятия, и брань ловят звуки одобрения и в сладком ропоте молвы, и в диких криках озлобления. Со всех сторон ему только сплошные звуки одобрения. Счастье – это когда тебя поминают. Его поминают без конца. Ну и очень хорошо. Информ-повод. Сотворил. И ладно. Как говорил Владимир Владимирович Путин, перефразируя Александра Сергеевича, бойцы поминают минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Ого. Продули они. Но братья по разуму по ту сторону границы, они с восторгом ухватились. Поскольку у них Путин абсолютно прав. Ничего кроме анти-России за душой нет. Ничего. То они, естественно, безумно счастливы. О чем-нибудь счастливы. Счастье – это когда тебя понимают. Еще одно определение. Они друг друга, они, Путин и украинские политики, прекраснейшим образом друг друга понимают. Хорошо. Уважаемые слушатели, будьте счастливы, если вы еще не входите в список тех 68% счастливчиков. Ну а помимо того, чтобы быть просто счастливыми, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и дизлайки. Большое вам спасибо. Большое спасибо, Леонид Александрович. Будьте все счастливы. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...